здравствуйте уважаемые слушатели вебинара сегодня тема нашей встречи взаимодействия с гиперактивным ребенком методы приема психолого педагогической помощи я очень рада что в нашем чате большое количество слушателей как мне уже говорили в основном это воспитатели педагоги учителя до психологи впервые художественное описание данного понятия проявления гиперкенетического синдрома было освещено в 1854 году и предложил данное понятие немецкий невропатолог хоффман а научное описание симптомов уже гиперактивности как вот уже расстройства да оно было представлено уже в 1902 году британским врачом он полагал что появление вот данного симптома гиперактивности вызвано слабым тормозящим волеустремлением и недостаточным моральным контролем а если у вас есть желание как бы обратиться к этим источником первоисточником у вас презентация будет предоставлена и в скобках как бы дано направление какому произведению обратиться активное уже исследование данного синдрома но началось уже во второй половине двадцатого века там многие авторы вводили в научный оборот уже термин который назывался гиперкенетическое расстройство а в качестве его уже наиболее вероятной причины были конечно же признаки минимальной мозговой дисфункции со временем уже более широкое распространение получил термин который мы используем до синдром дефицита внимания гиперактивности это связано с тем что гиперактивность она уже выступает только как одно из проявлений целого комплекса нарушений а конечно же основной дефект он связан с недостаточностью механизмов внимания и вот тормозящего контроля головного мозга но на сегодняшний день во многих скажем так исследованиях отечественных научных исследований эта позиция считается как бы дискуссионный не все исследователи придерживаются данной точки зрения а также с тем что вот сравним с развитием практики образования гиперактивных детей в исследованиях стало много внимания уделяться именно психолого педагогическим аспектом диагностики и коррекция этого расстройства и конечно же первую очередь она существенно расширила границы понимания данной проблемы по сравнению со строгим медицинским подходом при этом важно отметить что вот несмотря на активное использование данного термина в науке и практике все таки синдром дефицита внимания с гиперактивностью мы должны использовать использовать как бы в том смысле который передается международной классификации болезни мкб 10 да что же там говорится о данном синдроме только один из квалификационных вариантов включающих также дефицит внимания с гиперактивностью расстройства с дефицитом внимания с гиперактивностью то есть есть определенный шифр если среди нас есть клинические психологи то это вам знакомо психологи которые занимаются данной проблемой я думаю тоже вам это известно гиперкинетическое расстройство оно связано уже с расстройством поведения и есть другие гиперкинетические расстройства которым также присылается определенный шифр и гиперкинетическое расстройство не уточненного характера соответствие вот с данной классификацией мкб 10 все эти варианты они объединяются одним понятием то есть гиперкинетические расстройства которые определяются как группа расстройств которые характеризуются ранним началом это сочетание чрезмерно активного слабо моделируемого поведения с выраженной невнимательностью и отсутствием упорства при выполнении задать тем что эти поведенческие характеристики конечно проявляются во всех ситуациях они обнаруживают постоянство во время гиперкинетические расстройства они относятся классификационному разделу который называется эмоциональное расстройство и расстройство поведения начинающиеся обычно вот в детском возрасте и подростковом некоторых исследованиях разные авторы они дают такие как бы сведения о том что в 30 70 процентах случаев ряд симптома сдвг может сохраняться и во взрослом возрасте вот последнее исследование 2016 года но есть как бы на русском языке можно также ознакомиться учитывая что педагогической психолого педагогической практике мы не всегда можем располагать вот точными медицинскими сведениями именно о клиническом варианте гиперактивного расстройства у того или иного обучающегося дальнейшем мы условно будем использовать термин синдром дефицита внимания гиперактивности или гиперактивное расстройство как обобщенное или синонимическое но в основном вот учителя как бы использует как бы термин синдром дефицита внимания гиперактивности с этим знакомы да и психологи но если есть там клинический психолог до образования соответствующие медицинское там уже используются другие термины и говоря вот именно о медицинском вот именно о клиническом варианте гиперактивного до расстройства что можно сказать связи существенной вариативностью именно критерий в диагностике и особенностей проявления в разные периоды развития ребенка оказалось затруднительным оценить именно распространенность сдвг и согласно данным разных авторов частота встречаемости сдвг составляет от 3 от 3 до 20 процентов среди детей а среди детей с трудностями уже обучение в школе она может достигнуть до восьмидесяти процентов где вы можете почитать данные исследования автор глозма издание было 2009 года это первый источник первоначально а в последующем как бы вы можете увидеть и другие научные статьи где идет ссылка на данного автора при этом можно отметить что частота встречаемости у мальчиков в два-три раза выше чем у девочек что объясняет более высокую уязвимость плода мужского пола вот именно в патогенном воздействии во время беременности и родов это было установлено в 1997 году и описано в научных исследованиях далее пушкарева иванова они приводят данные о том что распространенность сдвг среди лиц в возрасте от 18 до 44 лет она составляет уже 4,4 процента при использовании именно диагностических критериев которые представлены в мкб 10 распространенность сдвг среди взрослых людей уже составляет только два процента и также есть вот соотношение между мужчинами и женщинами оно приблизительно составляет от трех до четырех и уже если мы рассматриваем эти миологические исследования то там шесть к одному и также в клинических исследованиях даются такие цифры и теология и патогенез сдвг да он определяется двумя основными группами факторов которые могут могут реализовываться во взаимодействии то есть они могут усиливать друг друга в первую группу мы относим биологические факторы биологические факторы они включают генетический фактор и морфо и физиологические повреждения головного мозга именно в перианатальный период развития ребенка и в раннем возрасте и конечно же ведущими среди биологических факторов является фактор наследственности так по данным зарубежных исследований наследуемость синдрома является одной из самых высоких среди психических расстройств наряду шизофрении и аутизма и составляет около 76 процентов у ближайших родственников то есть это первая степень родства порядка 30 процентов и конечно немалое значение в роли именно и теологических биологических факторов имеет конечно же и неблагоприятные воздействия на развивающийся плод что здесь может быть здесь мы можем говорить о нарушении сроков вынашивания родовые травмы употребление матерью во время беременности лекарственных или психоактивных веществ перенесенные ею в этот период какие-то физические травмы эмоциональные травмы заболевания может быть интоксикация и многие другие факторы вторая группа это многочисленные психосоциальные факторы числе которых наиболее значимыми это наши как бы значимо распространенная депривация педагогическая запущенность неадекватные стили воспитания неблагоприятные социально-психологический климат в семье низкий уровень образования и социально-экономический статус родителей также можно снести и семейный алкоголизм и другие неблагоприятные факторы эти факторы могут не быть причинными да но они могут выступать в роли факторов риска которые могут усилить биологическую предрасположенность появлением дефицита внимания и гиперактивности ведущую роль в патогенезе гиперактивных расстройств уже имеют морфологические и нейродинамические изменения именно лобной и сенсомоторной коры базальных ганглиев головного мозга нарушения функционирования нейромедитативных систем в особенности норадреналиновой и домофиновой здесь также вот работа последние 2018 года ссылки есть и работа сама также как бы представлена если есть желающие заинтересованные вы можете ознакомиться опосредует реализацию этих нарушений минимальная мозговая дисфункция которая является причиной уже многих состояний нейро не прогре не прогре не прогре активного характера именно могут быть наличие легких минимальных повреждений мозга на ранних этапах развития это происходит где-то до трех лет и проявляется уже парциальных или общих нарушениях психической деятельности конечно же за исключением уже общего психического недоразвития также имеет значение нарушение деятельности ретикулярной информации которая способствует координации памяти и обучение обработке поступающей информации и спонтанному поддерживанию внимания и в соответствии уже с локализацией минимальной мозговой дисфункции иными патогенетическими следствиями именно этиологических факторов синдром дефицита внимания с гиперактивностью он уже проявляется невнимательностью гиперактивностью импульсивностью сочетанием которых могут быть разнообразными и все конечно же это зависит от прежде всего от вовлеченности тех или иных зон плотной коры головного мозга наиболее часто с д в г диагностируется в дошкольном возрасте в связи с признаками моторной недостаточности нарушением статики до беспокойством и чрезмерной подвижностью а может быть эмоциональная неровновешенность вспыльчивость другими настораживающими родителей воспитателей специалистов какие-либо проявления стороны ребенка в особенности вот в случае сопутствующих неврологических проявлений здесь может быть диффузные головные боли которые связаны с определенными определенным временем суток или может быть индивидуальные там повышенные нагрузки тики могут быть и норезы и другие отдельные признаки отдельные признаки однако могут проявляться уже в первые месяцы жизни ребенка если наблюдают да родители что здесь может быть здесь может быть повышенная чувствительность здесь чувствительность к внешним раздражителям чрезмерный плач нарушение сна тремор и другие симптомы и необходимо отметить что вот перечисленные симптомы они не являются строго специфичными для СДВГ но могут быть связаны с какими-то другими причинами причины там медицинского характера в последующем для детей СДВГ характерное нарушение формирование школьных навыков это чтение счет письмо что еще более способствует низкой успеваемости даже при наличии сохранного и высокого интеллекта тем более что для СДВГ характерно и нарушение психических процессов а каких именно это внимание память восприятие и мышление так например нарушение внимания выражается прежде всего в трудностях сосредоточения и удержания внимания что связано с повышенной отвлекаемостью иногда вот незначительные стимулы но все же в большей степени это могут быть какие-то яркие индивидуальные какие-то привык привлекательные моменты когда ребенок что делает отвлекается истощаемостью обычно является следствием уже церебральной астении также дефицитом настойчивости и отсутствием достаточной мотивации при этом объем внимания у детей с СДВГ может быть сохранен но такие как бы моменты могут встречаться существенное значение для организации содержания именно психолого-педагогическая работа с детьми с СДВГ имеет учет особенностей развития личности ребенка в частности это эмоциональная и волевая сфера эмоциональное развитие у детей с СДВГ оно отстает от нормальных показателей возрастной группы настроение неустойчиво может быстро изменяться в диапазоне от приподнятого до депрессивного может встречаться беспричинные какие-то приступы злости, ярости, гнева по отношению к окружающим и даже к самим себе у таких детей занижена самооценка может быть недостаточен самоконтроль и произвольная регуляция а также повышенный уровень тревожности но все симптомы я из-за скажем так нехватки времени перечислять не буду я конечно больше хотела бы вам дать немного практических методик но по презентации если будет заинтересованность в скобках указаны исследования вы можете к ним обратиться и более конкретно почитать гармонизация развития личности конечно же мы все знаем зависит от микро и макро окружений если в семье сохраняется взаимопонимание терпение и теплое отношение к ребенку то в процессе лечения и коррекции отрицательные стороны поведения они могут немного сглаживаться а иногда они даже и исчезают если скажем так проведена коррекционная работа в противном случае патология характера она может остаться остается и может усиливаться это указывает на значимость психолого-педагогической работы с ребенком из ДВГ которая наряду с показанной медицинской помощью обязательно с медицинским сопровождением способствует решению задач формированиями на зрелой способной целенаправленной деятельности личности которая будет обладать достаточным набором и уровнем развития компетенций а сейчас мы с вами поговорим немного как бы теоретическая водная часть была а сейчас мы конкретно поговорим да как же можно определить какие методики можно использовать педагогам психологам для того чтобы вовремя выявить данную категорию детей помочь им и помочь конечно же родителям провести не только психолого-педагогическое сопровождение детей с ДВГ да но и помочь родителям для сопровождения своих детей психологическое сопровождение ребенка с СДВГ занимает одно из центральных мест в системе комплексной психолого-педагогической работы Задачи психологической работы с данным ребенком, гиперактивным ребенком, конечно же, должны решаться на всех уровнях сопровождения. Это и индивидуальный уровень, групповой, на уровне класса и на уровне школы. И не забываем, конечно, о семье групповая. Несмотря на условность этапов сопровождения, все же целесообразно придерживаться некоторой их последовательности. Вначале мы проводим психодиагностику. Затем ставится психологический, психолого-педагогический диагноз. Приступают по работе соответствующие специалисты. И начинается второй этап, это коррекционная работа. Составляется коррекционная программа и исследуют определенные упражнения, игры, техники применяются, тренинги для того, чтобы провести комплексную психолого-педагогическую коррекционную работу. И третий этап, третье направление, это консультационная, консультативная работа. Фоновым процессом является работа, конечно же, по информированию, психологическому просвещению и обучению родителей. Родители должны быть включены во все этапы работы с ребенком. Только в этом случае можно увидеть результаты данной коррекционной работы и помочь не только ребенку, но и родителям в воспитании ребенка с СДВК. Цель психодиагностического этапа состоит в выявлении особенностей когнитивных функций и познавательной деятельности личности и поведения обучающихся с СДВК. Что же мы здесь используем? Как провести психодиагностику? Я постаралась вам на слайде представить те методики, которые используются, которые очень, скажем так, помогают педагогам, психологам выявить определенные моменты. И затем, используя эти методики, можно составить комплексную, эффективную психолого-педагогическую коррекционную работу, то есть программу подготовить. Первое. Когда мы говорим о особенностях когнитивных функций, познавательных деятельностей, что мы должны изучить? Первое. Это изучение свойств внимания проводится с целью выявления особенностей свойств внимания и определения среди них ведущих мишеней последующей работы. При помощи методик, вот в скобках, да, я вам подготовила, методики корректурная проба используется, таблицы Шульте. Второе. Изучение иных когнитивных процессов проводится прежде всего с целью изучения особенностей памяти и мышления. Также в скобках представлены методики, которые используются. Это зрительная, произвольная и непроизвольная память, да, методика. Методика 10 слов Юрия. Что лишнее? Кубики косо. Третье. Изучаем личностные особенности. И вот изучение личностных особенностей, да, оно проводится с какой цели? Для того, чтобы определить именно самоотношение, потребность на мотивационную сферу, выраженность тревожностей, эмоциональные особенности. Здесь применяются следующие методики. Тест Демба-Рубинштейн. Там смотрим возраст, да, если это младший школьный возраст, подростковый. Есть модификации для возраста. Тест Куна. Кто я? Тест детской операции. Обратите внимание, детская, если взрослая. Тест Рене-Жиле. Кактус, я думаю, с методикой кактус многие знакомы, да. И тест Рускановый используется. И четвёртое, что мы можем изучить поведение. Изучаем поведение ребёнка. Оно проводится с целью изучения преобладающих его особенностей. Вот именно у обучающихся с СГЛК. Для этих целей наиболее целесообразно используют метод наблюдения. Мы фиксируем, записываем, беседу. Беседы, да, проводим и анкетируем. Здесь беседы не только с ребёнком, но и с ближайшим окружением, с родителями, да, с учителями, предметниками, классными руководителями. И собирается материал. Полученные в ходе данной диагностики, то есть диагностического этапа, да, они, эти данные, результаты ложатся уже в основу разработки и реализации, как программы сопровождения работы ребёнка в целом. Также при помощи этих психодиагностических, результатов психодиагностических методик можно разработать рекомендации уже для учителей, рекомендации для родителей. И также можно разработать программы психолого-педагогической коррекции. Я здесь как бы могу посоветовать, Если у вас недостаточно компетенции для того, чтобы подготовить программу, да, коррекционную, психолого-педагогическая там коррекция, сейчас очень много материалов в книжных магазинах, есть специальные методические материалы в интернете, вы можете также как бы найти и опробировать, вот, скажем так, ваших учащихся, не полностью использовать программы, да, а как бы вот то, что в работе вам будет целесообразно использовать, вы можете взять. Но если вы достаточно освещены в этих вопросах, да, и у вас получилось составить такую программу коррекционную, и успешно вы её реализовали, у вас есть хорошие результаты, то, конечно же, эту авторскую программу вы можете что сделать? Вы можете её опубликовать. Опубликовать в специализированных журналах, да, как бы методические журналы есть, научно-исследовательские журналы. То есть вы можете поделиться результатами данной своей работы. Ну, если это, как бы, воспитатели, учителя, психологи, которые работают в дошкольных образовательных учреждениях, в образовательных учреждениях, там по критериям аттестации, да, по-моему, нужны, да, нужны публикации. Да, статьи можно опубликовать, то есть вы уже, как бы, данную программу предлагаете и показываете результаты. То есть у вас не только теоретическая разработка, да, у вас уже и практическая. И если, допустим, у вас есть успехи, вы потом уже можете выступать в роли методистов. То есть нужно собрать и выпустить определённые методические рекомендации. Почему я об этом говорю? Потому что очень много у нас и учителей, и воспитателей, и педагогов, и психологов, и клинических психологов, которые вот так досконально работают с детьми, подростками, да, но не, как бы, не распространяют свой опыт. Это своего рода передовой педагогический опыт. То, что у вас получилось, почему бы не поделиться? Нужно делиться. Ну, а делиться, то есть выпустив, скажем так, опубликовав статью, да, в научном журнале или в другом журнале, который рекомендован Министерством образования и науки, да, и тем самым вы уже заявляете о себе. И последующие специалисты, которые будут использовать ваши программы, они уже будут делать ссылки на ваши работы. Поэтому постарайтесь как-то и теоретически, в научном плане распространять свою работу, то, чем вы занимаетесь. Следующий этап – это коррекционный этап. Цель коррекционного этапа, он состоит в реализации психологических коррекционных программ, которые должны быть уже скомпонованы в соответствии с выявленными ведущими патологическими проявлениями психической деятельности ребенка. Потому что для решения образовательных задач в работе с ребенком с СДВГ приоритетное значение, конечно же, имеет коррекция именно дефицитарных функций. А как можно провести коррекционные занятия, как можно как бы помочь ребенку, да, младшего школьного возраста, подростку, да, как помочь, мы используем определенные игры и упражнения. Конечно же, подбор заданий, заданий для ребенка, он должен осуществляться с учетом возрастных особенностей, с учетом индивидуальных особенностей и, конечно же, с учетом методической подготовленности педагога-психолога. Сейчас очень много возможностей, вы можете дистанционно, да, обучиться, пройти курсы и стать более методически подкованными, более компетентными и реализовывать данные программы. Так, здесь я также подготовила вам коррекцион, на коррекционном этапе, когда мы составляем программы, какие игры, какие упражнения можно применять по возрастным категориям. Пожалуйста. Здесь в чате пишите и параллельно. Так, значит, посмотрите. Игры и упражнения, которые можно использовать, они направлены на коррекцию именно дефицитарных функций у детей с СДВГ, дефицитарных функций. Первое. Мы используем упражнения и игры, которые направлены на развитие и коррекцию внимания и памяти в начальной школе. Что мы используем? Можно использовать такие упражнения, как светофоры машины, упражнения летает-не летает, следобные-неследобные, самые внимательные, дотронься до игра в магазине зеркал, игра запретные движения, вороны и воробьи, солушка-сова. Эти игры есть в рекомендациях. Здесь я вам даю названия, вы их можете найти. Там дается, скажем так, и пособия есть специальные, дается описание, как провести игру, на какие моменты нужно обратить внимание, как ребенок реагирует во время проведения этих упражнений. Второе. Игры и упражнения, которые направлены на развитие и коррекцию внимания и памяти, которые можно использовать в школе. Это упражнение картинки, номера, круговерть, высший пилотаж, как суворов, на языке вертится, имена и лица, развиваем память, вспомним группы, и что, где, сколько. Так, не ссылка, вы файл данные можете скачать, вам ссылка будет, как скачать. Здесь вот получается в верхнем углу, в левом верхнем углу у вас есть файлы, вы нажимаете на файл, и оттуда можно скачать. Я постаралась в презентации как бы вот подробно вам дать ориентир и конкретно в скобках прописал упражнения, игры, которые можно использовать. Почему? Потому что вам будет сложно сориентироваться, а так вы уже конкретно знаете и берете и проводите. Следующие, третьи игры и упражнения, которые направлены на развитие навыков самоконтроля, используемые в начальной школе. Это упражнения букет, правила стоп, упражнения мои достижения. Следующее, четвертое, что мы можем использовать, игры и упражнения, направленные на развитие навыков самоконтроля, используемые в основной школе. Это такие упражнения, как воздушный шарик, упражнения дыхания. Пятое, игры и упражнения, которые направлены на развитие конструктивного поведения. Эти упражнения, игры можно проводить не только с учащимися младших классов, но и с подростками, потому что конструктивное поведение учимся. Упражнения, когда я злюсь, листок гнева, упражнения обзывалки, игра толкалки, упражнения тройки с шариками, упражнения живые буквы, упражнения попроси игрушку, давай договоримся. Мы говорили о диагностическом, это о диагностическом этапе, и второе, коррекционный этап, где мы что сделаем? Делаем, составляем коррекционную психолого-педагогическую программу, где включаем игры и упражнения для того, чтобы провести коррекцию тех, скажем так, поведения, если есть, скажем, проблемы в поведении, если есть развитие навыки, самоконтроля обучаем, если, допустим, самоконтроль нарушен, если нужно корректировать внимание, память, вот эти игры и упражнения можно смело включать в эти коррекционные программы. Почему? Потому что они апробированы, они результативны, и они работают. И третий этап. Здесь третий этап у нас заключается консультативное направление. Три направления мы говорили с вами, в рамках консультативного направления психологического сопровождения развития гиперактивных детей, конечно же, основная работа ориентирована на принятие родителями своего ребенка. Это самое важное. Отметим, что в психологическом консультировании зачастую нуждаются работники, да, это и воспитатели, и учителя, и педагоги, и психологи, и другие специалисты, которые помогают, да, а также и сам ребенок, и его родители. Сам ребенок может обратиться за психологическим консультированием по запросу. Но если говорить о практике, да, отмечается, что у детей с ДВГ такие запросы, обращения к психологическому консультированию не столь часто. В основном к психологу обращаются дети в подростковом возрасте. Но, как известно, школьные психологи, школьные психологи, они в основном очень хорошо проводят диагностику. А когда дети и подростки обращаются здесь уже за консультативной, скажем так, да, за психологической консультацией, могут возникнуть сложности. Почему? Потому что выпускники высших учебных заведений, педагоги, психологи, в основном они обучены проводить психологическое консультирование в форме беседы, да, затем умеют проводить социально-психологические тренинги. А для того, чтобы полноценно провести коррекционную работу, у школьных психологов нет времени. Там на каждого ребёнка отводится 10, 15, 20 минут. Психокоррекция, она как бы проводится в течение часа, двух часов. И тренинги также там минимум полтора часа. И многие школьные психологи, ну, скажем так, знают некоторые формы проведения, технологии, да, техники проведения, но, может быть, нет опыта работы. И есть, конечно же, сложности. А если есть желание у психологов-педагогов расширить профессиональную деятельность, да, то здесь можно что? Здесь нужно будет обучаться психотерапии. Что я могу вам предложить? Что я вам могу предложить? Значит, самое, скажем так, результативное – освоить технику арт-терапии. арт-терапия, потом сказка-терапия, кукла-терапия. С данной категорией детей – вот глинотерапия, пластилинотерапия. Как бы вот эти техники, они очень хорошо работают. Так, я вопросы ваши увидела. Сейчас я, как бы, расскажу вам до конца, да, и потом, я думаю, у нас останется время. Мы, я постараюсь осветить, да, ответить на ваши вопросы. То есть мы с вами знаем, что консультативное направление психолого-педагогического сопровождения гиперактивных детей, да, нужно не только оказывать помощь родителям, но, конечно же, и, не только детям, но и родителям. Да, последнее сообщение. Вернемся к ним. Практически, вот говоря о родителях, да, практически все родители детей с СДВГ испытывают сходные трудности. А именно, какие трудности? Это поведение и личные проявления ребенка, они не оправдывают ожидания родителей. Поэтому родители испытывают в основном, да, раздражение, вину, обиду, неудовлетворенность, стыд за своего ребенка и непринятие его. Конечно же, здесь вот психологическую помощь может оказать психолог. Но, как вот я по сообщениям вижу, да, как бы в школах и в детских садах во многих нет психологов, да, хотя ставки они есть, но, видимо, по каким-то причинам, по каким-то причинам нет подходящих специалистов, может быть. Да, родители боятся посещать, да, психолога, они не хотят, но если мы желаем, как бы, помочь детям с СДВГ, здесь должна быть комплексная работа не только специалистов, но, конечно же, и большая помощь родителей. Только в этом случае мы сможем, как бы, минимизировать вот состояние ребенка, да, для того, чтобы, как бы, по мере взросления, да, вот эти симптомы, они могут, как бы, что сделать? Не так сильно проявляться, да, совместная работа обязательно, потому что без хороших медицинских, да, без хорошей медицинской помощи, если там действительно медикаментозно нужно помочь ребенку. Но я могу что рекомендовать? Есть психологические центры, есть психологические центры, и в этих центрах есть специальные отделы. Работают практически хорошие психологи, практики, и в эти центры можно записаться бесплатно. Там есть некая очередь, поэтому можно направлять родителей в эти центры. В каждом городе и в поселках есть такие специальные центры. Если самого центра нет, они здесь курирующие как-то районы, да, дистанционно можно оказывать помощь. То есть желательно дать информацию, больше информации родителям, чтобы они могли что сделать. Они должны вовремя помочь ребенку. Учебников, да, учебных пособий достаточно, поэтому, если, допустим, родители как-то желают помочь, то нужно просто направить. Так, и говоря вот о родителях, да, о работе совместно с родителями, одной из целей начального этапа психологической помощи родителям, конечно, является гармонизация детско-родительских отношений. Детско-родительских отношений. Необходимые условия оптимизации и гармонизации отношений состоит именно в принятии родителями своего ребенка. Своего ребенка. Одной из техник работы здесь также, вот обратите внимание на слайдов, да, я как бы вам предлагаю некоторые техники, они очень просты, но они результативны. То есть можно провести даже и учителям. Одной из техник работы с родителями по принятию собственного ребенка, вот, извините, можно использовать следующие техники. Рыбки в аквариуме, контакт глаз, тактильный контакт, время, проведенное с ребенком, это время только для родителей и ребенка. Конечно, родителям в первую очередь нужно найти время для того, чтобы провести совместно со своим ребенком. на современном этапе может быть и сложно это как-то сделать, но желательно в своем графике как-то определить, определить вот именно время, отвести время для своего ребенка. Ребенок – это наше дитя, и ответственные за него мы воспитываем, мы развиваем, да, родители, и обучаем, выбираем школу дальнейшее, там, образование, это как бы направляем родителей. Да, особое внимание, и данные категории детей с каждым годом становятся все больше и больше, поэтому сейчас даже данной проблемой, видите, занимаются не только психологи, да, педагоги-психологи, но и учителя, потому что они проходят всевозможные курсы повышения квалификации, да, осваивают методики, и в нашем случае я вам предлагаю упражнения, игры, которые может провести учитель, не имея психологического образования. В рамках встреч именно с родителями, конечно же, необходимо проведение цикла бесед, в процессе которых психолог рассказывает именно об особенностях когнитивной, эмоциональной и поведенческой сферы у детей с СДВГ. Эффективно и обучение родителей приемом психологической коррекции, то есть приемом психологической коррекции, как раз-таки упражнения, игры, которые вы ранее видели на слайдах, можно обучить родителей, и потом они можно провести вместе с родителями, и в дальнейшем родители дома уже будут работать со своими детьми, закреплять эффективное обучение родителей приемом психологической коррекции. Родителям самим желательно дать, предлагать, проиграть эти игры, упражнения, и упражнения, направленные на развитие восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения, развития различных навыков, самоконтроля, управления гневом и так далее. И, конечно же, на последующих встречах уже необходимо предложить родителям рассказать не только о том, как им удалось внедрить коррекционный опыт в повседневное общение с их ребенком, но и попросить, чтобы они поделились своими наработками, своими модификациями игр и упражнений. Если вы будете проводить эти игры, упражнения, вы даже сами в процессе игры, каждая группа у вас будет проходить эти игры индивидуально. И даже вы увидите, что в процессе вы сами будете вносить какие-то новшества, какие-то изменения, то есть будут проходить модификации. И вы увидите, что результат в любом случае будет. Так, и здесь также я вот хотела бы вам представить памятки. Смотрите, пожалуйста, памятки, которые разработаны Мониной, Лютовой. Здесь вот памятка скорая помощь при работе с гиперактивным ребенком. С гиперактивным. Что нужно сделать? Первое – это отвлечь ребенка от его капризок. Затем предложить выбор, то есть как бы выбор какой-то другой деятельности. Можно задать неожиданный вопрос. Можно отреагировать неожиданным для ребенка образом. Может быть, там взять и повторить движение ребенка, да, или пошутить. Не запрещать действия ребенка в категоричной форме. Это вы все знаете. Не только с гиперактивным ребенком, но и с ребенком со здоровой психикой. С здоровой психикой, если мы в категорической форме заявляем, то обратная реакция, вы сами знаете, будет совсем другой. Не ту, которую мы ожидаем. Не приказывать, а просить. Но просить, не заискивать. Выслушать то, что хочет сказать ребенок. И если мы не слушаем ребенка, ребенок нас никогда не услышит. Возрослым нужно научиться, конечно, самим уметь слушать ребенка. Автоматически, одними и теми же словами повторить многократно свою просьбу в нейтральном тонном. Не в приказном, а в нейтральной форме. Что еще можно? Значит, можно ребенка сфотографировать или подвести его к зеркалу именно в тот момент, когда он капризничал. для того, чтобы он увидел свои действия, свое поведение, свое состояние. И потом потихонечку в игровой форме проанализировать, проговорить. И ребенок в этот момент, он что делает? У него происходит выход негативных эмоций. Он начинает учиться рефлексии. То есть здесь очень много положительных моментов. Но опять же, это нужно будет все делать как бы в доброжелательной форме. Можно иногда оставить в комнате одного ребенка. Но обратите внимание, если будет безопасно для его здоровья, но оставить в комнате одного, прибегать к этому в крайне редких случаях. если часто будет использоваться данная рекомендация, здесь как бы может сработать обратный механизм. И там может развиваться уже некоторые психологические проблемы. Не настаивать на том, чтобы ребенок во что бы то ни стало принес извинения. Потому что ребенок как бы гиперактивный ребенок, желательно, чтобы он успокоился, сменил вид деятельности, проговорил свои действия, осознал и ни в коем случае нельзя требовать. Не читать нотации, потому что ребенок все равно их не услышит. профилактическая работа с гиперактивным ребенком. То есть как проводим профилактическую работу. Заранее нужно договориться с ребенком о времени игры. Допустим, сколько времени он будет играть или сколько времени вы будете играть. По, допустим, длительности прогулки. Но это мы знаем и со здоровым ребенком, но гиперактивным ребенком, конечно, нужно это договориться, несколько раз проговорить. Об истечении времени ребенка сообщает не взрослый, а заведенный заранее будильник, что будет способствовать снижению агрессии ребенка. выработать совместную с ребенком систему поощрений и наказаний за желательное и нежелательное поведение. Здесь уже родители сами договариваются, как будут поощрять и какие могут быть наказания. Выработать и расположить в удобном для ребенка месте свод правил поведения в группе в детском саду, в классе или дома. Можно вместе с ребенком подготовить такой свод правил. Просить ребенка вслух проговаривать эти правила. Этот свод правил, которые подготовили совместно дома, если родители или в классе, нужно будет проговорить слух. Перед началом занятий ребенок может сказать, что он хотел бы пожелать себе сам при выполнении задания. Вот это тоже очень хорошая рекомендация, она работает. Таким образом, объем и содержание психологической, психолого-педагогической работы с гиперактивными детьми в каждой конкретной школе, дошкольном образовательном учреждении. Конечно, оно будет определяться их числом, какое количество детей, индивидуальными особенностями, а также, конечно, это зависит от объективных возможностей психологической службы. Как здесь в чате было прописано, что в детском саду психолога нет, но какой-то курирующий специалист, он должен быть в детском саду, потому что там ставка рассчитана, что психолог в дошкольном образовательном учреждении не на целую ставку работает, он курирует несколько детских садов, но в школах, как бы, школа у нас большое количество учащихся, да, и в любом случае один психолог в любом случае должен быть на 500 учащихся один психолог, в некоторых школах по два, по три психолога, и в этом случае уже организуется психологическая служба школьная, где социальный педагог присутствует и другие специалисты. Спасибо за внимание. На этом мы с вами тему рассмотрели. Презентация у вас есть, я думаю, вы сможете изучить ее, почитать интересный материал, то, что вас интересует. Зульфия Мухтаровна, у нас еще во вкладке вопросы есть вопросы. Посмотрите их, пожалуйста. Сейчас же. Нашли? Так, вот мне сейчас ответить, Татьяна? Да, ну, народ ждет, уже спрашивали в чате, можно ли, ничего страшного, если мы задержимся. Вы прям только вопрос озвучиваете от кого и сам вопрос, потому что не все могут увидеть эту вкладку, чтобы было понятно, на что вы отвечаете. Ага, спасибо. По порядку пойдем, спасибо. Так, Ирина, вы сказали, что до 20% детей с СДВГ, значит ли это, что у них установлен этот диагноз, судя по медкартам учащихся, это не так, то есть педагоги не знают о диагнозах обучающихся. Да, с этими диагнозами, как я вам уже в начале говорила, да, вот почему МКБ-10, да, там все не так просто, чтобы официально по МКБ-10 установить диагноз, там нужно пройти очень много процедур, гиперкинетическое расстройство F90, да, но оно еще, вот посмотрите, подразделяется, если кто-то клинический психолог, то по разным шифрам, и в основном педиаторы, специалисты, неврологи, они данный диагноз не устанавливают, и родители, если чувствуют, что, допустим, у ребенка есть какие-либо симптомы, они уже сами начинают бить в колокола, обращаются к психологам, обращаются к медикам, в центры психологические, но а учителям что я могу как бы рекомендовать, если в вашем классе есть ученик, если вы чувствуете, что, допустим, может быть у него, да, гиперактивность, то здесь, конечно, как-то поработать с родителями очень мягко объяснить и помочь разобраться с проблемой ребенка, чтобы они как бы обратились к специалистам. Учитель в данном случае, учитель мы все знаем, он обучает, и он не может решить там психологический процесс, эти проблемы ребенка, но такие учащиеся, конечно же, они очень, скажем так, мешают учителю вести урок. Я сама работала учителем начальных классов после института и прекрасно вас понимают, но здесь что, учитывая индивидуальные возрастные особенности ученика, попытаться найти к нему ключик и как бы проводить занятие. Так, Дмитрий, как религиозные ценности могут помочь родителям и педагогам восстановлению правил и границ для гиперактивных детей. Так, религиозные ценности, да? Вы имеете в виду, Дмитрий, то, что дети посещают воскресные школы, но мы знаем, что как бы в школах, в образовательных учреждениях в некоторых есть уроки, но они не религиоведение, а разные как бы курсы в старших классах представлены, 10-11 класс, но здесь здесь уже будут родители что делать? Родители, если придерживаются той или иной религии, да, там они уже по сводам правил занимаются воспитанием детей, и здесь уже учитель он никак не может рекомендовать использовать религиозные ценности. Каждая семья сами решают, да, и устанавливают, но в какой-то степени родители, если это как-то влияет на ребенка с лучшей стороны, вполне может быть и возможно использовать. Итак, Дмитрий, какие религиозные обряды или ритуалы могут помочь снять стресс и напряжение и ребенка? Вот обряды и ритуалы, это все-таки, Дмитрий, эзотерика. Значит, я могу здесь рекомендовать, как педагог-психолог, да, если, допустим, напряжение у ребенка, да, вот те же самые методы арт-терапии, потому что очень хорошие методики есть, просто берем краски, карандаши, да, и просто выплескиваем, рисуем, желательно, чтобы и родители вместе, но обряды и ритуалы здесь как бы я не могу рекомендовать, вряд ли это поможет. Кто может поставить, так, Тамара, кто может поставить этот диагноз, но здесь МКБ-10, здесь дети, невролог, невролог сначала обращаются к педиатру с ребенком, да, педиатр соответствующие там анализы и направление дает к неврологу, а дальше невролог уже определяет дополнительно, может быть, нужно обратиться к другим специалистам. Психолог как бы диагноз, психологи диагноз не ставят, когда мы проводим диагностику, мы можем поставить психологический диагноз для того, чтобы определить дальнейшую работу, дальнейшее психологическое воздействие на ребенка, допустим, на клиента, но здесь диагноз это медицинский диагноз, даже клинический психолог проводит диагностику, но мы также даем соответствующее заключение, это заключение будет уже использовать медицинский работник. Ирина, разве педагог, не психолог, имеет право проводить эти методики? Так, как я уже говорила, учитель, мы все, имея педагогическое образование, у нас в дипломе есть психология, есть педагогическая психология, дисциплина, да, мы все прошли, у кого-то там есть специальная психология, это у меня первое образование, учитель начальных классов, и в свое время нам очень хорошо преподавали коррекционную педагогику, специальную психологию, то есть как логопед мы можем, выпускники там 90-х годов еще, да, получается, в 94-м году я окончила институт, мы имели право под учителем, когда я работала, мы даже могли выполнять некоторые логопедические упражнения для того, чтобы помочь ребенку проговаривать звуки с леворук с леворук детьми, да, тоже как ставить письмо, как их учить, нас тоже обучали, если сейчас педагогическая психология, она также преподается на различных факультетах, вот учителей, когда готовят, там мы даем методики, вот в частности, я когда преподаю педагогическую психологию, я даю определенные методики, которые может провести не психолог, то есть это знаете какие методики, они называются проективные методики, то есть методики проводить учитель он не может, но он может провести игры, упражнения, допустим, методика социометрический статус определения учитель может провести, почему бы нет, потому что и педагогическая практика, она как бы есть при обучении в ВУЗе, есть ли СДВГ медицин, то ставить диагноз может только врач-психиатр, даже не психолог, психолог не ставит, обычно вот к психологу обращаются родители для того, чтобы провести психологическую диагностику, если мы чувствуем в процессе диагностической работы, что мы чувствуем, что здесь есть СДВГ, мы родителям об этом не говорим, мы рекомендуем обратиться к педиатру, не психиатру, к педиатру, педиатр направляет к неврологу и далее, если нужно, он к детскому психиатру уже сам дает направление. Психологи, ну я вот считаю, что психологи, у меня также есть диплом как бы высшее психологическое образование, я и студентам говорю, нежелательно, чтобы психолог как бы ставил диагноз, тем более это же медицинский диагноз. Ну да, Юлия, по мне так СДВГ видно издалека без врачей, тут больше проблем с родителями, которые живут в своем мире и ничего не хотят делать. Некоторые симптомы они проявляются, мы о них говорили, но не всегда это СДВГ, там могут быть какие-то сопутствующие другие диагнозы, то есть мы не можем конкретно говорить, что это СДВГ. Юля, так, Оксана, Юля полностью родители не хотят коррекции поведения одному педагогу. Да, здесь нужно найти как бы подход именно к родителям для того, чтобы родители как бы помогли. Ну, что я могу вам посоветовать? Не нужно конкретно вот на первоначальном этапе конкретно вызывать, работать именно с родителями, у кого дети гиперактивны. Можно даже в классе провести некоторую беседу, не выделяя этих учеников, и потом как бы если проводятся какие-то совместные мероприятия, то приглашать детей здоровых и родителей с детьми у кого детей кто гиперактивны. То есть не выделять, то есть как бы показать им, что это такие же дети для того, чтобы родители, как я вам говорила, да, самое главное, чтобы родители приняли этих детей. Когда они поймут, примут своего ребенка, тогда они смогут помочь. Да, есть нормы, вот Ирина, да, может и видно, но есть нормы определенные, да, есть нормы законодательно закрепленные, если не специалист поставит диагноз, могут быть у него серьезные проблемы. Раньше СДЛГ ставили всем проблемным детям, а сейчас все ставят раз, но расстройство аутистического степетра тоже очень сложно, и надо разводить синдром дефицита внимания, гиперактивности, да, вот по МКБ-10, я же вам говорила, то, что различные такие вот могут быть как бы классификации различные. Так, Юлия пишет, я не видела ни одних курсов куклотерапии. Курсы такие как бы проводились при Матон в Санкт-Петербург, в свое время очень давно я проходила, как бы они есть, просто нужно посмотреть. Так, вот далее вопрос Василиса, по-моему, да, надо осознавать проблему, решать ее, оптимизация в образовании, не снимает ответственность семьи, верно? То есть первоначально семья ответственность несет за ребенка семья, родители. А как дистанционно, если ребенок не может и пять минут усидеть? Вы имеете в виду консультацию дистанционно, Юля? Я говорила о том, что записаться можно на прием как бы к специалисту, и потом они уже скажут, в какое время приехать. если вот по нашей республике, республика Башкортустан, у нас есть республиканский психологический центр помощи семье, там записываются они дистанционно, и затем в определенное время, в определенный день приезжают специалисты, их ждут, и с ними работают. Так, Елена, если в группе 25 человек и пару таких активных, но если в группе 25 человек, это еще хорошо, сейчас у нас 30, 35, 37 детей в классах сидят, и пару таких активных, но здесь как бы нужно строить работу, если исходя из своего опыта работы учителем начальных классов, у меня в классе были три группы, сильные учащиеся для них, я готовила одни карточки, одни задания, допустим, по математике, по русскому языку, по чтению, вторая группа для них определенная, и вот группа таких очень активных, для которых постоянно мы что делали, меняли вид деятельности, может быть, потому что я была молодой, как-то больше было времени, но когда я работала, у нас как бы не было таких вот методических рекомендаций, мы выписывали, и очень сложно было в магазине их купить, а сейчас в интернете есть определенные разработки, вы можете их модифицировать, подготовить, ну, конечно, это занимает время, но если вы проведете такую работу, вы потом можете опубликовать, может быть, это будет у вас проект, поделитесь своим опытом, то есть я знаю, что у многих учителей очень много наработок, очень много работы вы выполняете, но нужно этим как бы делиться, а делиться как? Мубликовать в статьях, опубликовывать статьи, готовить. По-моему, я на все вопросы еще ответила. Раиса, к сожалению, некоторые родители не верят в успех лечения своих детей, не верят специалистам, поэтому прежде всего надо выявлять таких родителей и работать с ними над гармонизацией отношений. Да, детско-родительские отношения выстроить нужно. Так, работа над гармонизацией. Так, Ирина, вот 20%, это статья, презентации вы увидите в скобках, вы можете обратиться к этой статье и почитать. Это научные исследования, проведенные научные исследования, кандидатская диссертация, монография есть. Все, да? По-моему, все. Вопросы ответила. Еще раз мы с вами сегодня рассмотрели тему взаимодействия с гиперактивным ребенком, методы и приемы психолого-педагогической помощи. Я постаралась осветить как бы и теоретический вопрос, и в то же время помочь учителям, воспитателям как бы в практическом плане применить некоторые приемы психолого-педагогической помощи в работе с гиперактивным ребенком и их родителями. Спасибо за внимание. До свидания. Пожалуйста. Очень приятно слышать слова благодарности. Если была полезной, я очень рада. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok